В Беларуси завершилось формирование участков для голосования на республиканском референдуме. Всего их образовано 5510. Напомним, он пройдет 27 февраля. Наибольшее число пунктов сформировано в Гомельской и Минской областях – 977 и 929, 883 в Брецкой, 714 в Витебской, 707 в Могилевской, 608 в Гродненской и 692 в столице. Прием пациентов в поликлиниках, включая смотр на дому, будет вестись в субботу-воскресенье. Такое решение принял Минздрав. Такая практика вступит в силу с ближайших выходных – 5 и 6 февраля. График приема будет установлен индивидуально каждому руководителю медучреждения. Сообщается, что данные изменения будут действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. В Беларуси утверждены новые правила приема высшие и средние специальные учебные заведения. С 2022, например, начнут предоставляться льготы при поступлении в вузы выпускникам классов спортивно-педагогической и патриотической направленности, также детям военных. Указ будет вступать в силу поэтапно. Хоккейный клуб «Бобруйск» гарантировал себе место в четверке лучших команд регулярного чемпионата высшей лиги и сыграет в плей-офф. Нашей дружине осталось провести два матча. 5 и 6 февраля в Раубичах против команды юниорской сборной Беларуси, которая опережает Бобруйча на один балл и занимает третью позицию. Что касается элитного раунда, то первые поединки 1-4 финала Бобры проведут дома 22-23 числа. Соперник станет известен позже. Рокировка на тренерском мостике футбольного клуба «Белшина». Новым главным тренером команды стал Альберт Рыбак. Бывший рулевой Виталий Павлов останется в качестве помощника Рыбака. Напомним, сейчас Бобруйчане готовятся к старту чемпионата высшей лиги. Возобновится первенство в конце марта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова